Князь Пётр женился на бедной деревенской девушке Февронии. Приближается день любви, семьи и верности, и скоро из каждого тяга зазвучит, прокобесный бред, как муровский князь Пётр женился на бедной деревенской девушке Февронии. Лично мне интересно, откуда такой бред про бедную девушку берётся? Но почитайте вы книжку внимательней. А лучше сначала ещё учебник истории средневековой Руси для ВУЗа, потому что надо изучать историческую литературу в историческом контексте. Феврония при встрече с Петром, во-первых, рассказала, каким крутым по тем временам бизнесом занимаются её родственники. Мать занимается ритуальными услугами. Это языческая жрица, самые богатые люди в древности. Отец Февронии занимается сбором дикого мёда и хорошо лазит по деревьям. Это вдвойне ценно. Во-первых, мёд ценился высоко. Во-вторых, тот, кто на дереве сидит, тот далеко глядит. Из дерева можно чем-нибудь вниз запустить кого-нибудь. Сама Феврония занимается лечением. Это тоже очень прибыльное ремесло. Во времена Петра и Февронии было традиционное общество. Следовательно, ремесло передавалось из поколения в поколение. Сходить на курсы пчеловодов или в медицинский институт возможности не было. То есть Феврония происходит из очень богатого, серьёзного рода. Бедняки – это не родня Февронии. Бедняки – это земледельцы, которые выращивают рожь в зоне рискованного земледелия. Зато князь – военная аристократия, правящее сословие. Поэтому брак Петра и Февронии – это очень выгодный союз. И непонятно, почему Пётр пытается от этого брака уклониться. Вероятно, для развития сюжета Пётр по традиции русских сказок – как лучше брат дурак. Вот я подозреваю, что когда князь Пётр прибыл к Февронии лечиться, Феврония быстро посовещалась со своими стариками и решили, что князю надо брать за кое-что. И держать крепко. Потому что свой бизнес надо охранять. Наверняка у рода Февронии есть какие-нибудь лесные братья, с кем у них договор об охране заключён. Без этого бы их давно бы уже разграбили. Но князь – это военная аристократия. Это надёжней. А при феодальном строе княжеская дружина на самоокупаемости. То есть надо самим покупать всякие кольчуги, мечи и коней. А кони хоть в мирное время, хоть в военное время хотят жрать. А боевой конь – он на то и боевой, что здоровенный, поэтому много жрёт. Князь Пётр должен радоваться, что девушка из богатого рода сама делает ему предложение. От которого невозможно отказаться. И это как раз очень хорошо показано. Феврония князю сразу сказала, что собаки в доме нет, отрока тоже нет, типа я одна, и попробуй меня обить. Напоминаю, что словом отрок часто называют слугу, а не обязательно ребёнка. Например, в песне о Вещем Олеге. В общем, князь Пётр – здоровенный, вооружённый мужик, исправящего сословия, военная аристократия, приходит в дом к девушке, которая одна дома. Чисто теоретически князь может применить к этой девушке грубую физическую силу. Но он же хоть и дурак, но человек военный и прекрасно понимает, что имеет дело с богатыми людьми, которые способны обеспечить себе серьёзную охрану. То есть Пётр понял, что ссориться с роднёй Февронии нельзя. Поэтому заставить нельзя, надо торговаться. В эпоху правления князя Петра качество жизни жителей города Мурома вдруг повысилось. За счёт внедрения новых технологий и повышения производительности труда это невозможно, потому что традиционное общество. Можно, конечно, пограбить соседей, но для этого нужны деньги на военный поход. И не факт, что этот военный поход принесёт прибыль. И можно ещё привлечь в город бизнес своей родни, что, скорее всего, и произошло. Кроме родней Февронии у Петра нет других материальных ресурсов, которых раньше не было, и вдруг они стали привлечены в город. И изгнание Петра и Февронии, такое, как оно показано в повести, возможно только если у них есть ресурсы, чтобы так изгоняться. По преданию Пётра и Феврония сразу стали основывать новый Муром. Существует даже предание, где именно они стали это делать. То есть Пётр и Феврония показали свою финансовую независимость от города Мурома. Это возможно только за счёт тёщи и тестя и прочей многочисленной родни Февронии. Таким образом, главный смысл повести о Петре и Февронии – это не любовь. А в тексте и не говорится, что кто-то в кого-то влюбился. Поэтому какое отношение имеют Пётр и Феврония к теме любви? Большой вопрос. Не любовь, а взаимовыгодный союз военных и гражданских. Именно за это противники праздника – День любви, семьи и верности – критиковали идею, что Пётр и Феврония – покровители любви и семьи. А вообще-то искать покровителей современной любви и современной семьи среди жителей Средневековья – это когда нормой жизни было и семейное насилие, и ранний возраст вступления в брак. Сами знаете, как это сейчас называется. А взаимная любовь не учитывалась при вступлении в брак. Это в принципе неумная идея. Так же, как делать православный праздник в пост, когда не совершается венчание. И делать праздник актуальный для молодежи в середине лета, когда все на каникулах и в отпусках. Тоже очень неразумная идея. Но, тем не менее, День любви, семьи и верности – это наш любимый праздник, и нам пофиг. А мне пофиг. Потому что пофиг на историю праздника важно современное содержание. У истории возникновения Дня Святого Валентина или Хэллоуина праздник аборцы тоже находят много всяких нехорошестей. Но в современной реализации это веселые и креативные праздники, которые нам нравятся не меньше, чем День любви, семьи и верности. Поздравляем всех с Днем любви, семьи и верности. Святые Петр и Феврония, молите Бога о нас.